Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Если можете сказать, не хотят. Видите, сколько вы здесь стоите? Я уже в 45 стою. Так, кто больше? Вот женщина два часа, час. Что говорят? Говорят, что был транспорт. Вот мы только что здесь. Не правда, не было никакого транспорта. Они сказали, что три автобуса уже было. Не правда, никакого транспорта не было. Вот администрация куда-то исчезла, а он туда-то убежал. Что нет билета. Ну вот мы только что. Они сказали, что был транспорт, а не знаем почему. Скажи, не то. Что они говорят? Это другое вообще. Что они говорят? Мы здесь не стояли. Мы что, не хотели садиться в транспорт или что? Мы хотели сесть и уехать. Был транспорт. Никакого транспорта не было. Никакого транспорта не было. Никакого транспорта не было. А нам сказали по-другому, что был транспорт и люди не ездят, не идут, не садятся. Почему? А люди что, прекрасно тут стоят? Выборы, выборы, но мы хотим домой. Нет. Я приехала до гостей. Как выбирать, пожалуйста, выбирать с нами будет очень хорошо на выборы. А сейчас вы сегодня выбирали. Почему люди... А вы приехали сюда именно на выборы с района? Конечно. Зачем? И почему надо это все? За кого? За кого? Ах, вы на выборы приехали. Вы на выборы приехали, они не хотят. Ясно. На улицах прописка, я приехала тут, завтра на работе и как? Завтра с восьми на работе. Ну сказали, что дадут, вывезут вас. Когда? Когда? Мы уже... Я не знаю. Я лишь час чем-то здесь жду. Я хочу домой. У меня дети дома тоже. Почему я должна здесь... Потому что у них выборы, я должна здесь мертвы. Почему это так? Когда я подхожу и спрашиваю, а он мне говорит, иди ты... Не буду говорить. Мы сегодня... 24 февраля. 24 февраля. Мы в Бельц хотим уехать в Кишинев. Пошла в кассу, как нормальный человек, пошла в кассу купить билеты. Мне сказали, билетов нет. Это было час назад. Час назад. Час назад она мне сказала, билетов нету. Я ее спросила, почему, что... Человек, кто рядом с ней, какой-то там мальчик, не знаю, что он мне прямо сказал. Иди. Да. Вот он мне прямо поставил. Я начала снимать. Она говорит, что ты снимаешь? Она такая вот... И они закрыли мне. Как давно вы уже стоите здесь и сколько вас? Я лично стою час. Так, кто здесь больше стоит? Кто стоит больше? Вот все люди хотят уехать в Кишинев. Я не знаю, в какой вы. Вы в какую кассу ходили? Второе окошко. Второе окошко. Идемте. Давайте, давайте, быстренько. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор интернет-телевидения ТВ Белс. Мне позвонили, смотрят, что выборы... Подойдите, там диспетчерская. Где диспетчерская? А подходили вы сюда, спрашивали? Ну, спрашивали-то у вас, что происходит с рейсом? Нету рейса. Рейсы сняли и отправились с выборами. А сегодня будут хоть рейсы? Люди смогут уехать? Будут, но не знаем когда. Мы снимаем с другой маршрута и отправляем в Кишинев. Вы же отправили четыре машины. А где диспетчер? Вот прямо. Дверь открыта. Пожалуйста, придите туда. Его нету. Он уже ущественный. Ну, мы взяли... Уже все, он сел закрыл. Там уже начинается. Вот все закрываем. Здравствуйте. Я хотела бы получить консультацию в телевидении. Белс, это не частная территория. Это частная, это не квартира. Это частная территория. Еще раз, просто скажите, когда будет на Кишинев автобусы? Люди ждут уже больше двух часов. Будут через минут 10-15. Всех сможете отправить. А на туалете это транспортное средство? Ну, давай. Вот мы и связываемся с транспортными агентами. Они нам поставляют. Ждите. Ну, люди так долго ждут. Они просто... Они подошли ко второму окошку. Они посмотрите. Это непростой рабочий день. А люди не понимают. Да. Люди как не понимают. Это же... Они хотят уехать. Они же не знают. Вот позвонили. Если я, как директор телевидения, брошусь, я бросила все и приехала сюда. Я вас понимаю. Но у нас есть администрация. Вы должны были попросить разрешение о съемке. Хорошо. Я хотела прийти купить билеты, а мне посылают на три веселые буквы. Это нормально? Люди возмущаются. Нормально? Да. А куда мне сказал? И вот хотели посмотреть, кто ему в глазах, кто это так говорит? Но он закрыл окошко и ушел. Я даже не помню, как вы... Девочки, вы уже сколько здесь находитесь на перроне? Что? Сколько вы уже на перроне находитесь? Час. Из этого времени не было транспорта? Не было. Ни одного. Посмотрите. Вот вызвали меня. Один транспорт был... Девушка. Я вас давно заметила. Один транспорт был полный. И все. Больше на Кишемен ничего не было. Ни два. Маршрут. Какие машины? Эти, которые по 130 лет. Извините меня, пожалуйста. Вы думаете, что три машины и все там стоят и ничего не говорили? Значит, полные были. А, значит, полные. Одна машина была. Одна машина была. А те, которые хотят 130 лей или там не знаю сколько... А он, так что? В какой отношении? Три машины было, а люди стоят? А в угадке сидят руты суплементарной. Здесь сидят руты суплементарной. Администрация говорит, что сзади руты суплементарной. Администрация говорит, что сидят руты суплементарной для того, чтобы делать шинел. У нас в котеломе стоят. И все остаются. У них учили какие-то просадки. А пара и три... Сказали якобы, что вам дадут транспорт. Так уже два часа, как я стою, никакого транспорта нету. Два часа, как я уже стою. А они говорят, что был здесь транспорт? Не было никакого транспорта. Обманывают они. Никакого транспорта не было. Потому что я просила... А сколько у вас здесь человек всего? Я пригласила водителя. Будьте сюда. Он говорит, если мне дают дополнительный рейс, я еду на Кишинев. Они не отказали. Они сказали на Кишинев, мне какие-то дополнительные документы я не даю рейс. И он убежал с платформы. Я не знаю, куда он убежал. Угу. Раньше было все через каждый час. А если сейчас вызвали дополнительный маршрут, они не хотели документы. Давай. Да. Я не стояла специалисты. Плюс мы только каждым. На Кунсмадон. И я решил, что машина был на зарпосаде. Но я было ridgeон Cecilio. Esistим. Поехали. Это проблема. У меня меня только все. Я думаю, что насill play. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Только с ним не заказываю. И я не сомневаюсь. Мне не остались. Акthemум. Редактор «Местер» Корректор «Местер» Корректор «Местер» Корректор «Местер»